ну теперь к основной теме приступаем к разговору обо всем на свете что касается духовной реализации хорошо люди стареют не из-за прожитых лет вы становитесь старыми когда перестаете двигаться вперед как только вы начинаете чувствовать что исполнили то что намеревали сделать как только начинаете думать что знаете все что вам нужно знать как только у вас появилось желание сесть и и только пожинать плоды своего усилия тогда вы сразу становитесь старыми и начинаете увидать душа то действительно не имеет возраста она не может состариться она всегда молодая душа она всегда юная до душа то вы знаете такое юная душа был у вас ощущение когда были детьми а все все впереди все замечательно такое чудо вот душа молодая я буду вечно молодым с комсомолом не расстанусь там ну вынудили расстаться с комсомолом со всем остальным да так вот потом мега начинает заковывать свою броню вашу душу и вы начинайте жить вот этой самой жизнью которые вас на самом деле стали старит ваше тело старит ваше сознание заковывает вас в эгоистическую броню и действительно люди на лес 25 но с 30 максимум неизменны в своем статусе эгоистической понятно если они начинают заниматься делом то они вот так 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 постепенно увядают пытаются взбрыкивать периодически какие-то эмоциональные всплески бывают но все это в конечном счете заканчивается покоем минерала знаете покой минерала каменеете но стоит вам сделать правильный выбор и продвигаясь по пути сознательной эволюции открыть свою истинную сущность познакомиться с ней уже на самом деле вот да так это будет для вас поворотным событием от смертной жизни к жизни вечной с момент духовного рождения о старении в речи быть не может просто не может быть речь потому что вечная молодость души и последовательное продвижение к обратению жизни вечной не допускает ни единой мысли возможности старения то есть вот то ваше сознание новое сознание она не имеет свойства не имеет свойства навевать вам мысли о том что вы составите заболеетесь и умрете понятно или нет но это не глупый безудержный оптимизм молодого теленка нет это действительно внутреннее чувство внутреннее ощущение того что начинается нечто принципиально новое та самая новая жизнь которая в общем-то ну не имеет имеет начал но не имеет конца когда кто-то имея ну приличный возраст тела начинает торопиться боясь не успеть выполнить работу но спрашивает меня успели я выполнить работу мне уже там столько-то лет я неизменно отвечаю что став на путь сознательной духовной эволюции вы направляетесь вечность в вечности спешить глупо вообще-то ясно если вы вечность пошли куда там спешит там горизонта нет ясно так что в любом возрасте вы начав сознательно духовную реализацию способны и и продолжить вот в бесконечность маленькая доза всегда здесь всегда есть маленькая доза это даже довольно крупная доза и если видите это то изумляешься какой дозе она говорит о маленькой дозе потом о крупной дозе и действительно она говорит о том что с некоторых пор вас постоянно присутствует обязательно присутствует маленькая доза господа маленькая доза божественной благодати радости просто жизни вот эта доза радости просто жизни радости существования просто существования то есть божественной благодати который непрестанно непрестанно ощущается в вашем теле в сердце я не знаю на клеточном уровне этот проникает вас поначалу в это хорошо ощущает через макушку головы где-то растекается вот по всему телу по телесным структурам это удивительное состояние подводят вас к мысли подводит вас смысле о том чтобы тому что вы теперь имеете в жизни добавлять то нечего вот с некоторых пор когда это доза божественной благодати становится для вас постоянной вот радость просто существования у вас все в этой жизни начинают удовлетворять все просто а так вечная неудовлетворенность его вы знаете да что это такое не проходит и дня без констенсации того факта что не просто доза совсем маленькая доза микроскопическая капелька божественного может вылечить вас за одну минуту что вы всегда находитесь в сомнительном равновесии так что малейшее отклонение означает расстройство и конец а просто с капелькой божественного это становится светом и прогрессом две крайности две крайности бок о бок и под эти микроскопические капельные дозы супраментальные вибрации которые незаметно до вас незаметно вливается в макушку головы способна в одно мгновение излечить вас от любых расстройств от любых недомоганий которые готовы проявиться в любой момент и периодически проявляется как только мы теряем бдительность как только мы ослабляем внимание как только включаем ум особенно это заметно в переходный период то есть период неустойчивого динамического равновесия когда старое и новое сознание как бы соревнуются за первенство в нашем существе интегральным старое победит возьмет свое или новое победит это старый вот такие переходные процессы они действительно характерны как некое неустойчивое динамической равновесие то туда то сюда потом постепенно постепенно вот это благодатное состояние все более обладевает вами всем вашим существом и начинается воистину новая жизнь в новом качестве сознания это божественное присутствие это божественное сознание это божественная истина проявляется вот так проблесками а затем все продолжает идти своим протворенным путем изменение есть говорит она но неуловимое действительно не сразу проявляется господь у нас вот тотальном его варианте когда все наше существо сотканы из вибрации высшего порядка поначалу это проявляется или укореняется у нас небольшими просто близкими такими проблесками небольшими а когда их свет меркнет мы начинаем даже сомневаться в правильности того что мы делаем может мы делаем что-то не так но это просто старое сознание возвращается до тех пор пока новые не укоренилась мы будем испытывать ну кажущиеся что ли откаты из этого состояния нового будем думать что мы делаем что-то не так на самом деле просто идет адаптация адаптация нас к новой жизни не сразу мы в нее впадаем это было бы очень болезненно очень странным я думаю да а постепенно постепенно божественная дозировано нас приучает потому что мы будем жить и существовать совершенно новом состоянии я вижу я прекрасно вижу что сейчас вырабатывается есть множество вещей из которых если бы мое назначение заключалось в том чтобы рассказывать объяснять и предсказать мы могли бы сделать целое учение причем только с одним из моих переживаний а я их имею по крайней мере несколько каждый день на сказать что она каждодневно скрупулезно изучает и анализирует то что происходит с ней в процессе супра ментальной трансформации доверительно сообщая результаты своих наблюдений своих опытов с от прямо и благодаря самотверженно работе с от прямо над этим уникальными материалами мы имеем сегодня агенду матери бесценный документ я ее словами скажу бесценный документ о превращении гусеницы в бабочку вот она мне возникало ассоциации что вот она из гусеницы вот в процессе духовной реализации превращается в бабочку в коконе физического тела гусеница возревает и выпархивает из физического тела уже в виде бабочки то есть принципиально новая жизнь рождается в старом физическом теле которые мы в конечном счете должны оставить есть нечто вроде центрального сознания тела который устремляется интенсивно со сдачей насколько это возможность более полный со словами внутренними твоя воля твоя господи воли только твоя воля и возникает нечто не что-то шумное не ослепительная вспышка что-то вроде на паузу делает это производит впечатление уплотнение потока дезорганизации тогда что-то останавливается сначала приходит мир и покой затем свет затем гармония беспорядок исчезает и тогда и тогда когда беспорядок исчез сразу же впечатление в клетках впечатление вечной жизни теперь уже навеки вечные вот здесь она очень образно я перевожу это на более понятный язык для нас да поскольку я понимаю чем она говорит это состояние мной испытан она образно описывает поворот поворот пораженческого нашего клеточного сознания телесного вот в направлении обретения новой жизни жизни в поле вибрации супраментальных поле вибрации благодати со времени начала формирование в коконе физического тела новой тонкой структуры вибрационной структурой носителя жизни вечной само физическое тело постепенно оказывается в новой энергообменной среде пусть новые вибрации вибрации новой жизни рождается в нашем смертном теле и само тело погружается в поле этих вибраций физическое тело оказывается в новой энергообменной среде что незамедлительно отражается на ряде показателей биохимических физиологических параметров тела обязательно происходит изменение которое определяет функционирование всех органов и систем нашего организма таким образом нашем физическом теле нашем физическом теле постепенно проявляется новый тип интегральная обсказал вибрационной гармонии которая обеспечивает его функционирование функционирование физического тела максимум в здоровом так сказать варианте как совершенного исполнительного инструмента нового сознания то есть тело как исполнительный инструмент нового сознания тоже максимально оздоравливается да и до времени пока но служит нам как исполнительный инструмент до времени расставания с ним мы действительно ощущаем его но в сильной степени обскал обновленным обновленным множество людей цитирует мне то что я говорил и ссылается на переживание которое у них было дает объяснение но всякий раз я вижу что они ничего не понимают это относится к области которые еще не готовы быть выраженной не готовы еще быть проявлены в словах так вот о чем она здесь говорит она говорит о том что многие из тех кто следует по пути сознательной духовной эволюции пытается понять умом и примерить на себе супраментальное переживание которое мать описывает в агенте то есть переживание запредельного характера которые не могут быть адекватно выражены языком ментальным она не может их выразить а люди то что она пытается выразить пытается переварив в уме переложить на себя и это у меня тоже самое знаете вот так бывает да бывает поэтому никогда не пытайтесь не снимая словам вот то что вы прочитали опять включаю анализировать с вами происходящее оставьте анализ любой анализ все что с вами происходит происходит молчание ума происходит абсолютно правильно санкции господа санкции души поэтому никакого анализа правильно у вас неправильно хорошо или плохо оставьте аналитический ум то есть не мешайте божественной силе выполнять ту работу которую она выполняет при условии вашего невмешательства в ее работу так что оставьте ментальный анализ и тогда все что необходимо все что таскать будет следовать в плане очередности телесные супраментальной трансформации будет происходить в срок не раньше и не позже так что никакого ментального анализа с тем что с вами происходит быть не должно раньше люди просили быть божественными в своем уме и виталий об этом говорил вся древняя история духовности это повторяли из века в век а теперь нет 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 в теле должно божественное родиться именно тело просит о своем участии в духовной работе это точно сегодня прогресс так вот раньше древних верованиях древних религиях люди действительно обожествляли разум обожествляли витальную жизнь но это был период что ли религиозного или духовного детства от которого сегодня мы должны чем-то отойти все не вспоминать что было когда-то в древности на первый план сегодня божественной эволюции соответственно в духовной работе наконец-то выходит радикальная телесная трансформация то есть трансформация материальной структуры трансформация физического тела с проявлением в нем носителя жизни вечной вот сегодня на что направлена духовность сегодня это финально то есть не обожествление ума не обожествление нашей витальной составляющая физическое тело смертное должно породить нечто бессмертное вот вот это знак сегодня это духовная эволюция которая сегодня должна состояться совершиться и финальный закончится вот проявлением носителя жизни вечной то о чем возвестил 2000 лет тому назад спаситель вот сегодня это главное и наше сегодняшнее научное знание а поэтапной эволюционной трансформации человека находится в прямом соответствии с этим положением с тем что должно быть сегодня и отсюда следует а следует следует что все ранее используемые методические приемы духовной работы надо критически пересмотреть и начать последовательную реализацию пути сознательной духовной эволюции того интегрального вариант сознательной духовной работы которые сегодня являет собой итог многотрудных духовных поисков земном человечестве вот сегодня путь сознательной духовной эволюции его реализация это то финальное в духовном плане что необходимо для максимальной реализации нашего духовного потенциала все все поиски закончены и все методы которые раньше в древности использовались и применялись они сегодня в общем то не работает не работа не не принесут результаты замолчать должно и упокоиться эмоции вот что сегодня требуется и только тогда при этом условии открывается божественная сила который выполняет все трансформирующую работу не методы не практики вас изменяют а божественная сила которую вы открылись в молчании ума все так вы можете стать великими бездельниками просто наблюдая за тем что с вами происходит не вмешивайтесь умом ни в коем случае открывшись божественной силе в то что она вас открывает то что она вас производит результаты и работу не оцениваете опять-таки ум не должен вмешиваться в процесс духовной трансформации не как он должен просто молчать и этот физический ум что-то вечно бегающую кругами без сознания как какая-то машина этот ум обратился он замолк и в молчании он воспринял вдохновение нового сознания он снова начал молиться те же самые молитвы которые раньше были в уме вот она здесь говорит о том что пораженческий физический ум который постоянно водил нас по кругу заставлял нас сомневаться бояться по любым вопросам изматывал нас своими вечными опасениями он умолк он перестал фактически существовать это говорит о завершении очень важного этапа эволюционной трансформации о готовности в частности нашего физического тела окончательно передать все командные полномочия новому сознанию новому супер ментального сознанию а самому стать при этом совершенным исполнительным инструментом всевышней воли то есть физическое тело мы его не отвергаем но мы вне тело уже мы или то что мы сживаем собою есть новые супер ментальное сознание которое живет и работает новой тонкой вибрационной структуре а физическое тело просто исполнительный инструмент совершенно исполнительный инструмент всевышней воли до тех пор пока мы пребываем на земле поскольку это происходит в одном теле она может происходить во многих телах я не сделано из чего-то чего нет других телах разница в сознании вот и все так вот то что она должна стать для нас не только идейным но и практическим вдохновителем проявление новой жизни на земле несомненно вот ее уникальное наследие эволюционное наследие которые представлены в агенде дает надежду на истинное спасение каждому кто также как и она незамедлительно стал на путь сознательной эволюции всем своим существом устремился в это самое будущее эволюционное будущее туда куда мы и должны идти по замыслу господа пребывая здесь на земле так вот ее пример сознательной духовной эволюции не есть исключение он должен стать конце концов правила и сегодня я так думаю что это действительно правило коль многие из нас из вас до выбрали этот путь и действительно следует ему следует тем рекомендациям которые в частности оставила и мать это манифестация божественного материальном теле отрицание всех духовных заверений прошлого если вы хотите жить полностью сознательно божественной жизни оставляйте свое тело говорилось раньше тело не может последовать за вами аж ты у робин до пришел и сказал тело не только может следовать но и может стать базой проявления божественного осталось просто проделать эту работу но действительно с евро бенда первым первым из великих учителей человечества внятно я бы сказал и обоснованно заявил что наше физическое тело есть необходимая материальная основа для проявления в нем принципиально новой истина божественной жизни той жизни который не подвластно смерти смертное физическое тело должно породить некое новое бессмертное начало которая без исчезновения памяти индивидуальности способна перейти на любой план бытия и там существовать и там существовать то есть это действительно обретение истинного бессмертия или жизни вечная который говорил спаситель он это сделал с евро бенда это сделал обоснованно все прошлые духовные системы все без исключения явно недооценивали даже презирали презирали само телесное существование считаю тело физическое тело источником греховной жизни и стремились угнетать тело угнетать физическую составляющую угнетать витальную составляющую как якобы мешающие духовные реализации угнетать не трансформация телесная не трансформация витального существа под влиянием божественной силы угнетение его то есть угнетение до истощения для того чтобы смогло проявиться духовно это самая большая в общем-то очень опасная ошибка вот и шли ура бенда мать они дали нам ясно понять что те методы и практики которые существовали в духовной работе для реализации духовного потенциала прежние они сегодня абсолютно неприемлемы спасение должно быть физическим так сказал что евро бенда я его прекрасно понимаю вот что именно физическое спасение именно физическое тело должно породить вот тот новый мир новое существо которое является венцом духовной эволюции здесь на на земле надо чтобы все было сделано внутри чтобы все полностью изменилось тогда внешняя часть обязательно это выразит ну у нас сказать что мать все еще не оставляет мысли о том что в результате внутренних супер ментальных преобразований в какой-то момент чудесным образом изменится и само физическое тело явив земного миру новую форму телесного существования но подобный вариант проявления нового человека станет возможным только при квантовом скачки эволюции при взрывном изменении земной материальности тогда действительно явится как бы человек в новом обличье новом материальном обличье но до тех пор пока этот квантовый скачок не состоится новое сознание новая структура рождается под покровами нашего старого физического тела именно там как бы в невидимом для простого глаза пространстве да и рождается носитель жизни вечной но нам сказать что проявление его или вот ощущение того что он состоялся до что он есть что он теперь определяет жизнь человека возможно увидеть наверно только в глазах а так он скрыт понятно или нет под глазах это видно глаза не врут то есть вот то что внутри происходит все внутренние глубинные перемены направление обретению нового сознания они просто обязаны отражаться и отражается в глазах а так вскрыто вскрыто новое сознание носитель новой жизни он там скрыт вскрыт на субатом нам уровне на уровне вибрационном он существует он есть этот уровень сознания вы там есть в этом новом качестве физическое тело как инструмент исполнительно этого нового сознания но глаза обязательно обязательно дают знать о том что вас состоялось это даже сейчас громадное большинство громадное большинство интеллектуальных людей совершенно удовлетворены быть занятыми самим собою и своим маленьким прогрессом они даже не хотят чего-то другого не действительно подавляющее большинство утонченных интеллектуалов а такие сегодня появляются да все в большем количестве вот утонченные интеллектуалы которые довольствуются умом интеллектом своим они вполне удовлетворены своим существованием благо сегодня имеется все чтобы ублажать их сугубо эгоистические интересы в том числе в качестве острой приправы к пресной жизни духовные процедуры до победить и ровать например по принимать егические позы по культивировать здоровый образ жизни это считается как бы духовной работы вот все есть больше ничего не над ум есть кое-что к этому в качестве духовной приправы и они вполне как бы в этом удовлетворяется они не спохватываются в опущенном времени даже тогда даже тогда когда их внезапно достигает тяжелая болезнь внезапно тяжелая болезнь как естественное следствие их уподного отказа принять сознательное участие в эволюционном процессе при этом они и неудоуменно вопрошают за что как и почему да и слоняясь со многими финансовыми стенаниями по престижным частности зарубежным клиникам требуют от невежественных врачей исцеления пользы болели ну вот так вы поняли сейчас много таких людей вот много вот возомнив интеллект по сути господом богом и вот теперь возмущается возмущаются когда действительно их постигает нечто что заставляет их все-таки задуматься над смыслом существования если заставляет и невдомёк этим утонченным умом или умником да что совершенно бесплатное лекарство и что самое главное абсолютно эффективное профилактическое средство находится в окружающем пространстве в любой точке над их головой вот стоит только начать заниматься делом понятно не только лечебные средства но самое главное профилактическое средство вот от хронической эволюционной недостаточности которая страдает сегодня все земное человечество и воспользоваться этим даром божьим желательно как можно раньше пока неумолимой и не подкупной подкупить его нельзя кармический педагог не начал использовать крайние средства для пробуждения вашего дремлющего сознания как можно раньше надо начинать заниматься делом ради которого человек пришел на эту землю теперь я понимаю тело должно быть отрезано от витала и ментала и предоставлена самому себе но о чем она здесь говорит она говорит здесь о том что практически всю жизнь то мы всю жизнь командуем нашим физическим телом мы заставляем его жить по нашему разумению будто бы мы лучше чем она знаем когда и что ему покушать когда и как ему отдохнуть для чего и что для него вредно что полезно вот в общем мы не прислушиваясь абсолютно к телу командуемым командуемым благо на эту тему есть масса научной литературы сегодня научной литературы кому что понравилось тот тем и занимается и пытается дрессировать в этом направлении свое физическое тело порой наши благие намерения оборачиваются для организма ненужными стрессами которые подтачивают в конце концов иммунитет заставляет быть тело физическое постоянном напряжении в постоянной тревожной готовности к неожиданным сюрпризом с нашей страны молима чего выдумаем еще то холодной водой обливали потом в кипяток куда-нибудь его посадить понимаете вот как-то нехорошо и тело ждет постоянном напряжении чего еще ему придумаете я тут с одним молодым человеком разговаривал он мне с годностью рассказывал я александр васильевич регулярно купаюсь в проруби хожу в баню никто не выдерживает я сижу на самом верху сплю на то ли не набитых стекла но на чем-то он спит в этой вот это хорошо альцент васильевич а он сидел но несколько раз слушал меня то есть ничего не слышал вот просто о чем я говорю он еще не слышит он просто надел удостовериться меня хорошо делать нет его плохо делать а я ведь еще хочу стать чемпиона по джиу-джитсу я говорю ну по джиу-джитсу одно только первое место чемпион только один а я непременно им стану ну вот ну хоть стой хоть падай в кипятке в полынье на гвоздях и чемпион по джиу-джитсу вот это интеллектуал молодой красивый вот и все вот сидел слушал слушал и вот вывод он сделал правильный я делаю сануфи ну как вот тут достучаться вот это из тех интеллектуалов умный по виду высокий но не очень высокий еще он меня услышит друг меня послушать на пользу ему бой я ему сказал все как и что о нем думаю все как есть ну ладно так что обливание холодной водой кровоглодичное купание хождение босиком по снегу по углям победам и стекло и шлемальные голодание истязание намеренной физической особо популярной в монашеской среде тоже было сейчас вот эта молодежь тоже это испытывает не монахи но тоже этим занимаются вот то что навязывается телу как испытание прежде всего говорят о чем они зрелости сознания хозяина тела ясно незрелое сознание так что если вдруг сознание чуть-чуть созреет ну в течение жизни то надо это все естественно оставлять кое-кто оставил ломка была говорят трудная те кто купался в холодной воде это же наркомании по сути потому что в мозгу выделяется морфиноподобные вещества заставили защищающий вас от стресса то есть ты все время на наркотической игле ясно или нет обязательно но это показано в исследовании это не просто так с тела испытывается стрессом стресс значит антистресса где морфи морфиноподобные вещества в мозгу выделяет чтобы телу не повредить уж окончательно ясно поэтому становится приятно хорошо даже если воду лечь не хочется ломка заставляет вот надо на 1 тогда все будет в порядке это трудно понимаемо но это так от наркомания но насчет жары там не так там тоже стресс но каждый день даже не будешь там сидеть вот палец а вот нырять прорубь можно каждый день до жару я любил на прорубь не нырял но если уж идете в прорубь там раз в году раз вместе я всегда говорю идите с достоинством не феркайте не визжите не дергайтесь вошли окунулись и вышли тут показывали владимир владимирович увидели вот на крещение вот он снял валенки снял шоу перекрестив что три раза вошел в воду не фыркал ничего и вышел с достоинством следует нашим совет наделся и пошел показывали не дам вот он с достоинством и вы тоже с достоинством но не часто раз году так что над телом издеваться не надо тело вообще-то любит тепло как любое животное любит тепло хладнокровное животное тоже любят тепло трехкамерный кого сердце до рыбы правда они могут и на морозе а вот трехкамерным сердцем животное это кто при смыкающиеся да они солнышко любит нагреть чтоб кровь нагрелась все нормально а животное теплокровное тепло любят ну просто любят потому что те плохо это хорошо вы любите тепло любите я тоже люблю с некоторых пор просто люблю тепло дурака валял немножко пробыл там пиджачки в кожаным по морозу ходить но как-то нехорошо стало думаю лучше одеться тепло лучше через деваться над телом и все эти витальные штучки до добра не доводят духовная сила которая необходимо намеренно открыться подменяется инициация витальной силы возможности которую вы не беспредельно рано или поздно совершенно неожиданно может разразиться беда вы витальную составляющую крепляете а духовная на нуле там может быть обвал витальном плане до поры до времени витальным экстремалам кажется что их тело крепнет но она из последних сил борется с банальным человеческим невежеством чтобы его испытывать вот понимаете она не крепнет она борется из последних сил кажется она крепнет крепнет а потом раз и обвал не хотелось чтобы это было и какое счастье испытывает наше тело когда ума витал утрачивает над ним власть когда вы им не командуете она наконец начинает жить своей собственной жизнью она сама определяет что когда что когда и сколько ему покушать она определяет когда и как ему отдохнуть во что одеться тело между прочим очень любит тепло я думаю что вы знаете это и намеренно подвергать его испытанием не нужно экстремальным ясно тело это тепло мышь теплокровные существа и наша задача с некоторых пор коль мы стали на путь сознательной эволюции внимательно прислушиваться к его запросам и по мере необходимости их удовлетворять все становится возможным только в результате вашего следования по пути сознательной эволюции только тогда вы начинаете понимать тело тело ну тот самый инструмент который надо хранить хранить в целостности в надежности беречь его на самом деле беречь нетрепетно беречь как бы это самые медицинские специалисты это действительно беречь его от излишних каких-то неприятных экстремальных воздействий все носить к нему по-человечески что-то внутри открылась и развелось и заставил этот глупый ум быть организованным быть способным замолкать в стремлении и тогда возник прямой контакт без посредников просто прямой контакт и теперь так постоянно все время постоянно прямой контакт так вот этот глупый пораженческие настроенный физический ум как последний бастион смертной жизни который нас кормил своими страшилками напрасно то этим делом занялся все равно заболеешься но помрешься но все будет не так вот ты смотри это опасно то опасно в этот структуру в конце концов замолкает вот та самая помойная структура которая действительно является последним бастионом смертной жизни как только физическим замолк в конце концов он замолкает раздавленной супраментальной силой и тогда физическое тело начинает напрямую наш физическое тело контактировать с супраментальным могуществом нисходящим да и обретает принципиально новые качества присущие совершенному исполнительному инструменту божественной воли то есть качество которое обеспечивает абсолютную спонтанность проявленной деятельности именно мышление озарения не до речь спонтанная проявляется озвучивает ее физическое тело двигательные действия абсолютно правильной адекватные ситуации словом ваше поведение через посредство ну как бы его внешнего проявителя вот физического тела становится абсолютно правильным тело проявляет наше поведение понятно но управляет им уже не центральная нервная система супраментальное сознание сознание качественной нового уровня то есть тело становится послушным инструментом нового сознания когда физическим в нем прекращает свое существование пораженческий тогда она становится действительно феноменальным исполнителем этой новой воли это не фантазии это так на самом деле так как только одно тело сделало это это может перейти на другие тела и теперь здесь и там в различных точках земли у людей возникает то или иное переживание некоторые таких большинство пугаются и тогда конечно это уходит потому что они не были достаточно подготовлены внутри тогда после того как они испугались это уходит и потребуется еще года подготовки чтобы вернулась это переживание до принудительное давление так божественной силы вот мы рассматривали пример женщины она тут и там способна отдельные переживания характерные для реализации пути сознательной эволюции вызывать у разных людей эти неожиданные совершенно вещи пугающие в конце концов заставляют людей закрываться пугаться этого обращаться к врачам понимаете понудительное давление этой силы на в любом случае происходит этой силе абсолютно все равно кто ей откроется она давит на всех одинаково да но если вы и открываетесь тогда вы у нее на учете тогда ваши истинные сущности то что связывает ее с общим божественном работает уже как бы резонансе работают правильно вот что нам требует сегодня сделать это открыться открыться божественной силе дать ей возможность действительно выполнять трансформирующую работу так вот после прочтения наших книг посвященных проблеме эволюции человека и человечества многие духовно одаренные люди узнают многое о себе и своих испытанных ранее опытов и переживаниях которые они не могли объяснить по поводу которых испугавшись даже обращались к врачам и не получив от них внятного ответа обычной причине того что с ними происходило они в общем-то находясь в неведении каждая новая если вдруг такое возникает переживание воспринимают как патологию хотя на самом деле это то что от нас требуется действительно в нашем сознательном варианте открывшись божественной силы пройти испытать и правильно понимать мне многие говорили что то о чем вы пишете что что с вами происходило у меня ты тоже было но я испугался пошел к врачу ничего не нашли потом я замкнулся то есть в правильной реализации пути вот информация о правильной реализации пути получено не было и уже постфактум они говорят да вот то что вы описывать то что с вами происходило со мной тоже было но увы это было состояние когда человек но не понимал что с ним происходит то есть не получил правильного духовного просвещения и все возрастающая напряженность нисходящей божественной силы имеющие место сегодня в каждой точке пространства и и спонтанные прорывы молнии подобные прорыву в тела людей имеющих достаточно сильный магнит сердце могут вызвать ряд частичных переживаний которые характерны для классического процесса эволюционной трансформации человека вот просто спонтанно неожиданно вот был один такой у меня простой пример беседы с молодым человеком молодой человек имеющий сильный магнит сердца то есть имеющий духовный талант вдруг внезапно ощущает в сердце прорыв нисходящей энергии пугающе меняется ритм его работы это состояние фиксируется в подсознании врачи естественно при обследовании никакой патологии не находят ибо это был функциональный сбой но молодой человек напуган этим перебоями в работе сердце и такое будет у него повторяться до тех пор пока он не начнет сознательно эволюционировать вот когда ему об этом сказал наш сам я испытывал в течение десяти лет вообще-то надо сказать наверно и тяжелейшие нарушения ритма работы сердца перед засыпанием как только я в состоянии покоя ложился в постель и до путь того как я на путь стал в течение десяти лет каждый вечер сердце билось ну так как она хотела не так как мне хотелось бы состояние покоя эта энергия меня проникала и вызывала на ритме и просто страшенные тахикардии экстрасистолит постоянно все вот был не так я поднимался сидел в постели до тех пор пока это вот более-менее не успокаивал стоит потом засыпал каждый вечер это был представляет пошел бы к врачу кардиостимулятор по мне поставили сердце работал как часы а я вот не пошел и не пугался не было место где просто привык при вну так значит так но ваш не получается так до вас такого и не будет у вас все понемножку нет по полной все а вас понемножку вы понемножку не пугайтесь я по полной прошел а вы понемножку ясно берите меня в пример вот в этом плане 10 лет только стал на путь все стало нормально поток пошел постоянный поток все нормально какие там аритмии какой водитель ритмом ничего не при физических огромных нагрузках никаких аритмей не был только в состоянии покой ясно станет покой поток шел в общем потом я сделал простой вывод очень простой потом сделал вывод вот от чего все беды то происходит как только мы в состоянии покоя что никак шлепнет мы пугаемся те кто талант имеет духовный и по врачам и по врачам с молоду не надо так кстати сейчас аритмии сильно помолодели это знак нового времени если раньше они встречались преимущественно у лиц старше 40 лет то теперь и нередкостью 20-летних с не заболевания ты знак нового времени давление усиливается вот это заразительно я знаю это это единственная надежда ведь если бы каждый человек должен был бы пройти через весь этот опыт так вот она не сомневается в заразительности супраментальных вибраций или вибрации нового мира не снимается в том что у духовно одаренных людей восприимчивых людей супраментальная трансформация может начаться непосредственно с клеточного уровня как бы с телесного уровня а потом ну как бы снизу разогреть сердце не через макушку головы а заразительность по горизонтали с телесного уровня понятно да вот некий иной вариант но для этого чтобы это заразительность по горизонтали имела место быть должны появиться светильники духа могучие которую эту заразу будут ну сеять вокруг беспредельность ясно то есть откуда возьмут светильники духа не в единственном числе откуда только из вашей среды вы можете ими стать понятной будете спасать человечество всего земное человечество всех спасет и себя в том числе ясно и вот тогда будет если господь еще время отпустит нам вот до квантового скачка эволюции тогда будет интересно посмотреть что же будет происходить от заразительности по горизонтали приходите заражайтесь без масок приходите нормально да тут маски не требуется благое заражение нормально есть она эта заразительность обязательно должна быть ведь вибрация гнева заразительная не ненависть сразу все вспыхивает одномоментно и благие вибрации вибрации новой жизни просто обязаны быть заразительными так не бывает любая вибрация на способны быть заразительной было бы восприимчивость если у вас есть духовный талант то вы будете к этим вибрациям восприимчивы и он у вас пробудется пробудется уже в реальном стремлении к духовной реализации вот и все это вселяет надежду на то что в дальнейшем не всем придется проходить долгий и трудный путь которым шли и идут сегодня пионеры сознательной эволюции не через макушкам под несколько другой вариант будет срабатывать понятно но молчать в уме все равно надо всем обязательно нет наивысшая молитва так что представьте что вы способны заразить своих близких вот вам и реальная помощь им своим близким с вашей стороны у нас уже имеется ряд подобных наблюдений в части среди родителей в частности где родителей детей самых разных возрастов и дети бывают заражают родители родители детей на общем все нормально есть такие наблюдения я недавно усвоила через переживание универсализации контакт совсем по горизонтали и это было показано телу таким вот образом в детали вибрациях тот код подтверждение своей гипотезы о возможности заражения людей супраментальными вибрациями мать получила соответствующее переживание вибрационного контакта совсем и со всеми по горизонтали через посредству вибрации которые беспрепятственно протекали через ее физическое тело действительно удивительное переживание когда ты или то что теперь называешь собою куда-то в беспредельность распространяешься понятно что то что от тебя исходит что это качественно новые вибрации вибрации новой жизни способны быть восприняты теми и там кто готов это воспринимать действительно удивительное ощущение вот этой беспредельности тебя в новом качестве и это вибрационное начало которое теперь и есть ты сам да она способна помочь и помогать другим людям не адресная направляя его там где действительно это востребовано состояние восприимчивости силы свыше пассивной восприимчивости тело должно быть обращено исключительно господу тела и клетки учили это и они они поняли и теперь у них это вошло в привычку и действительно со временем наш со временем наше физическое тело полностью обращенная к божественному постоянно находится как в состоянии пассивной восприимчивости к вибрациям супраментальной силы постоянно постоянно на телесном уровне они ощущаются они беспрепятственно проникают него и каким-то особым образом трансформируется в нем распространяюсь пространство в этих порах энергетических проходя через них во всех направлениях и уже адаптированные что ли вот эти потоки энергетические для восприятия их другими людьми это нечистая энергетика которая входит макушку головной она ретранслируется в более удобоваримой форме для восприятия другими вот чему светильник духа он всем он ценен адаптированные вибрации не просто вот та часть не из макушку идет а то что в общем то людям то что люди могут воспринимать поэтому Продолжение следует...